Наши представительства находятся в Москве, и мы курируем страны СНГ. Я вас приглашаю сегодня в такое небольшое путешествие по Франции, которое продлится, я думаю, где-то 50 минут, час. Тема, которую мы заявили сегодня для этого вебинара, это Париж и Лазурный берег. Это, конечно, самые туристические регионы Франции, но на самом деле я скажу пару слов также о некоторых и других регионах Франции. Давайте начнем. Итак, мы с гордостью говорим уже в течение нескольких десятилетий, что Франция остается ведущим туристическим направлением в мире. И по статистике прошлого года страна приняла около 90 миллионов туристов. Почему? Ну, по многим причинам, потому что во Франции действительно богатейшее культурное наследие, богатейшее гастрономическое наследие. Франция очень разнообразна. И в этом, конечно же, вот такая основная привлекательность Франции. Каждый регион – это что-то особенное, и регионам обязательно нужно путешествовать. Ну, и, конечно же, это немаловажный факт – это инфраструктура. Это отельная инфраструктура очень развитая, это транспортная инфраструктура, это различные развлекательные парки, о которых мы тоже поговорим. Вот, давайте обо всем по порядку. Здесь на экране вы видите карту Франции, да, чтобы мы представляли, где что находится. Несколько лет назад во Франции произошло такое административное небольшое изменение. Раньше было 22 региона, а сейчас стало 13 регионов. И вот посмотрите, в центре, ближе к северу, самый маленький регион Иль-де-Франс, но на самом деле самые-самые туристические, конечно, потому что Париж находится именно здесь. Здесь справа к востоку регион Гранд-Эс. В этом регионе находятся такие исторические провинции, как Шампань, Лотаринге, Альзас. Если мы идем немножко на северо-запад, то это будет Нормандия, это Британь. К западу это вот земли Луары, замки Луары. Очень большой регион. На юго-западе Новая Квитания с центром Бордо. Окситания с центром Турузия. На юго-востоке это Прованс, Альпы, Лазурный берег, это Марсель, это Ницца. Ну и, конечно же, Бургундия, не так далеко от Парижа. Это, конечно же, Авернирона Альпы с центром в Лионе. И горнолыжные курорты, основные горнолыжные курорты. Вот сегодня мы о них не будем говорить, но их около 350 во Франции. И в основном они находятся, конечно же, в Альпах. Ну и не будем забывать Корсика, которая тоже является частью Франции. И здесь мы говорим только о материковой Франции. Но есть также и заморские территории. Вы наверняка слышали о французской Полинезии, о Таите, остров Реуньон, Новая Каледония, остров Сен-Бартолеми в Гарипском бассейне. И, ну, это, видимо, тема для другого вебинара. Мы очень рады, что во Францию из Казахстана есть прямое сообщение. Из столицы Казахстана летает Эра-Астана. Вот в весенний день три рейса в неделю, в зимний период два рейса в неделю. Вот авиасообщение прямое, это, конечно же, очень важный момент. На что я хотела обратить ваше внимание. На, вот говоря об инфраструктуре, очень удобной. Франция, вообще, в принципе, Европа, Франция – страна компактная. И плюс железнодорожное сообщение очень развито. Это скоростное железнодорожное сообщение. В связи с чем все очень близко. Поэтому, когда вы прилетели в Париж, в общем, добраться до региона Франции легко и быстро. Причем, когда вы прилетели в Париж, а прилетели вы в аэропорт Шар-де-Голь, там находится железнодорожный вокзал, с которого вы можете, собственно говоря, уехать практически в другую точку страны. Чтобы вас сориентировать по расстоянию от Парижа до Леона. Леон, к слову, это гастрономическая столица Франции. Это два часа. Добраться до Шампании – это примерно 45 минут. Добраться до Страсбурга, столицы Эльзаса, около двух часов. До Марселя доехать на поезде – три часа. До Дижона, столицы Бургундии – два часа. До Бордо – время было сокращено не так давно, с трех до двух часов. Все действительно рядом. И плюс Франция находится в сердце Европы. Поэтому до Лондона – два часа, до Брюсселя – час с небольшим, до Женевы – около двух часов. Вот это важно как-то понять, осознать все близко. Я приведу несколько цифр. Я вас не буду забрасывать там какими цифрами. Мне кажется, вот это важно. Более 40 тысяч исторических и культурных объектов находятся на территории Франции. Более 8 тысяч музеев и 45 объектов, внесенных во Всемирный список наследия ЮНЕСКО. И вот один из первых таких памятников, который был внесен – это гора Сан-Мишель в Нормандии. Один из последних – это вулканы Аверни. И вот также, например, французская гастрономия, французская трапеза, она также внесена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Что касается проживания. Проживание можно найти действительно на любой бюджет. Во Франции существует классическая пятизвездная система отельной классификации. И большинство отелей, вот как мы здесь видим, это отели 3 или 4 звезды. Более 300 отелей – это отели 5 звезд. Во Франции также существует, это единственная страна, особая категория – это отели Палас. Это больше, чем 5 звезд. Это действительно особенные отели. Они отличаются особенным сервисом, какой-то особой легендой, особой архитектурой. Их всего 25. Этот список потихонечку расширяется. Из 25 – 11 находятся в Париже. Например, Георг Пяте, Шангрела, Рицца. Отели на Лазурном берегу. Четыре отеля находятся в горах. Три в Пуршевеле, один в Авгьяне. Отель Юпале в Георице – это тоже отель Палас. То есть это особые отели действительно очень-очень высокого класса. Ну а теперь в Париж. В Париж, вот посмотрите на карту, Париж делится на округа. И когда мы говорим, где мы живем в Париже, то очень часто и сами парижане, даже туристы скажут, ну я живу там в первом округе. Это очень хорошо. Или там во втором, или в пятом. Как же они строятся, ну вот для тех, кто не знает. Вот видите, может быть, Лувр, да, с пирамидой, вот прямо в самом центре Парижа. Это первый округ. И дальше по часовой стрелке, по спирали вы, собственно говоря, вот идете. Первый округ – это Лувр, это сад Тюильри. Второй округ, вот он как бы между Лувром и Оперой. Вот затем вы спускаетесь к четвертому округу. Это вот Море, это Нотр-Дам. Пятый округ – это Латинский квартал, Пантеон. Шестой округ на левом берегу Сени – это Люксембургский сад. Это квартал Ватс-Фен-Жермен. Седьмой округ – это Эфелева башня. И так, и так далее. С другой стороны, Париж можно еще также разделить на правый берег по отношению к Сене и на левый берег. Они разные, да, вот эти части города, они разные, я бы сказала, по духу. Правый берег, он более деловой, он более, может быть, модный, более лакшери. И вот те вот 11 отелей-паласов, о которых я говорила, они располагаются именно на правом берегу Сены. Левый берег, он более интеллектуальный, такой более, что ли, интеллигентный, более студенческий. Вот именно там располагается Латинский квартал. И я очень люблю Левый берег. И как-то, наверное, у нас так вот пошло, что и российские туристы, и туристы из Казахстана, в основном, наверное, вот как-то поселяются на правом берегу. Ну, не обходите вниманием Левой. Он действительно, он достоин вашего внимания. И там можно найти очень-очень много всего интересного. Дальше. Дальше, ну, наверное, есть какие-то абсолютно классические вещи, да, которые нужно посетить, когда вы первый раз в Париже. Даже когда не первый раз, да, мы все равно пойдем в музей Дорсе, потому что там идет интересная выставка, там музей Дорсе – это там, где собрана огромнейшая коллекция импрессионистов. Конечно же, мы поднимемся на Эфелеву-башню, конечно же, мы поднимемся на Триумфальную арку, мы пойдем в Лувр. Кстати, вот Лувр – это самый посещаемый культурный объект Франции. Вот, а если говорить о самом посещаемом развлекательном объекте Франции, то это Дисней, Парижский Диснейленд. Мы пойдем в Гранд-Пале, потому что это удивительно абсолютно архитектура. Это здание, которое было построено в 1900 году к Всемирной выставке, там, где проходят выставки различные. Мы съездим обязательно в Версальский дворец, да, который, опять же, я вот вернусь к слову, компактный, близко – это близко, да, то есть это меньше, чем час, если у вас там трансфер, на общественном транспорте очень удобно добраться до Версальского дворца. Мы, возможно, даже съездим в такой городок, который называется Провен. Это, скажем, не совсем на туристической тропе он находится, да, но если вы любите Средневековье и все, что с ним связано, если у вас нет времени, вот, вашу вот эту поездку съездить на юг Франции, посмотреть Каркасон, например, который самый, наверное, такой, самый средневековый город Франции, то съездите в Провен. Это очаровательный городок с крепостными вот сооружениями эпохи, который был прекрасно реставрирован, например, на полтора часа прежде, и, например, замок Воли Виконт, о котором я расскажу подробно немножко дальше. О новинках Парижа. Новинок много, они вот постоянно появляются, вот то, что недавно, да, было открыто, фонд Луи Виттон, да, фонд Луи Виттон, это не там, где мы покупаем сумки Луи Виттон, а там, где мы смотрим современное искусство. Это футуристическое такое вот с точки зрения архитектуры здание, которое находится в Бумонском лесу. Я очень рекомендую туда съездить, посмотреть, там проходят интересные выставки, ну, и само по себе здание, оно привлекает, естественно, внимание. Музей Ив Сен-Лоран, да, который посвящен творчеству великого кутюрье, и который, кстати, можно посетить даже вот как бы за кулиси этого музея. Недавно буквально открыли вот музыкальный городок на острове Сыген. Это там, где раньше находились производства Рено, и, как сейчас это, в общем-то, принято, да, бывшие промышленные пространства преобразуются в какие-то культурные пространства. Парижская филармония – это тоже новое здание для любителей классической музыки. И вот ближайшее открытие, в этом году должно состояться открытие фонда Франсуа Пино в здании Парижской фондовой биржи. Такое будет вот знаковое событие для Франции, для тех, кто любит современное искусство, вот прямо туда. Где-то через два года мы ждем открытия после реставрации дворца Морского министерства, которое располагается на площади Конкорд. Из отельных новинок, ну вот из пятерок, да, Фаршон открылся некоторое время назад. Лютеция. Лютеция – это легендарный парижский отель Левого берега. Ну и, пожалуй, это такой вот самый главный, что ли, отель Левого берега. И я думаю, что очень скоро он встанет, тоже войдет вот в этот клуб отелей-баласов. Абсолютно потрясающий отель с прекрасными ресторанами, барами, спа. И мы ждем открытия, уже какое-то время мы ждем это открытие Шевальбляун, который будет располагаться в центре Самаритен. Шоппинг. Ну, шоппинг, я думаю, часть любой поездки. Шоппинг в Париже очень классный. Шоппинг может быть разным абсолютно, да. То есть понятно, что в каждом квартале можно найти магазины. Это лакшери, например, бренды в районе Золотого треугольника. Это какие-то дизайнерские бутики. Вот лично я очень люблю квартал Море. Это большие магазины, конечно же, да. Вот те самые граммагаза. Это часть Парижа. Универмаги. То есть, собственно говоря, вот это все, вот слово «универмаг» пошло отсюда. Их в Париже четыре, да, три из которых на правом берегу, один на левом берегу. На правом берегу наверняка вы знаете галереи поэта, наверняка вы знаете прантом. Они разные, да, они, в общем-то, все как-то дополняют и отличаются друг от друга. То, что их объединяет, это, я бы сказала, архитектура, да, это вот эта эпоха. Бэшве Море, вероятно, который вы меньше, наверное, знаете, куда я вам рекомендую заглянуть и направить ваших клиентов. Бэшве – это аббревиатура «Базак Уллетель Ду Вилла», да, то есть вот такой магазин около мэрии. Он, собственно говоря, и находится около мэрии, конечно же, находится вот рядышком с кварталом Море. Там, возможно, не такое обилие вот марок одежды, но там очень интересный ассортимент товаров для дома, очень интересный с точки зрения дизайна. Вот, и потом рядышком вот с кварталом Море. Аутлеты. Аутлеты в Париже – два аутлета. «Ля Вале Вилляжи», который располагается около Диснейленда, на востоке Парижа, и «Ван Нейшн Перес», который располагается на западе Парижа, около Версальского дворца, причем от Версаля до «Ван Нейшн», ходит шаттл, и, соответственно, нужно совместить шоппинг с культурными достопримечательностями. Ну, и потом не забывайте, что в аэропортах Парижа, естественно, очень много магазинов. Аэропорт Парижа, в принципе, предлагает очень много услуг и по быстрому проходу, по VIP-встречам, дегустации в бутиках и так далее. Имейте это в виду. Чем же заняться? Такие, скажем, немножко необычные, может быть, возможности исследовать Париж. Ну, во-первых, велосипед. Велосипед – это вообще такой тренд в Европе, во Франции тоже. К велосипеду еще прибавился самокат, сейчас очень популярный в Париже. Почему бы и нет? Исследовать, например, велосипеды, естественно, велосипедные дорожки повсюду, очень удобно, экологично и необычно. Авторностная гастрономическая экскурсия. Существует компания, которая называется «Бастроном», где вы, собственно говоря, можете насладиться видами Парижа, проехаться по городу, при этом дегустируя действительно гастрономический обед или ужин. Можно покататься на винтажных автомобилях, можно, естественно, прокатиться на вертолете и посмотреть на Париж с высоты птичьего полета. Можно посетить какие-то закулисья, вот, например, побывать за кулисами Гранд-Опера. Крупнейшее, вот, обратите внимание, я это специально поставила, это тоже своеобразное знакомство с Парижем. Это рынок, который называется «Ранжиз». Вероятно, вы слышали вот о чреве Парижа, который еще был описан сзаля. Это вот тот самый вот рынок Парижа, который находился в Лиаль, в центре, и который в 70-е годы XX века, собственно говоря, был слишком большим. Он уехал в пригород, в Ранжиз. И сейчас это огромнейшее пространство, которое, вот, можно сказать, кормит всю Францию, недалеко от аэропорта Орли. Там можно найти абсолютно все. Устрицы, ну, все, что вы можете только представить. Это оптовый рынок, да, соответственно, просто так вот туда прийти, что-то купить нельзя, но там организуется экскурсия, да. Экскурсия, опять же, очень рано, то есть вам надо встать где-то там в 4 утра. Вот, но это стоит того, это безумно интересно, и это тоже, вот, наверное, часть Франции, часть Парижа. Флайвью Пэрис – это новое развлечение, очень интересное. Полетать в помещение, да, вот с такими платформами, причем это все обыграно, вот, как такой небольшой аэропорт, и на этой платформе вы встаете, пристегиваетесь, одеваете очки 3D, и, собственно говоря, вот летаете над Парижем. Очень любопытно и забавно и для сослых, и для детей. Обязательно нужно прокатить спасение. Есть несколько круизных компаний, это и Бату Муш, и Бату Паризьен, и Ведет-де-Пари, и Йод-де-Пари. Вот они все разные, можно просто прокатиться, можно организовать какой-то ужин, нормандический, почему бы и нет. Для детей, для детей, ну, наверное, конечно же, это Дисней, Диснейлэнд. Кроме Диснея, парк, который менее известен, вот, но тем не менее заслуживает внимания, это Астерикс, да, это парк, где, собственно говоря, воссоздана атмосфера и сюжетная линия известных комиксов. Я вам очень советую туда заглянуть, он действительно такой французский парк. А вообще, говоря о парках, то четыре ведущих парка развлекательных во Франции. На первом месте стоит Диснейлэнд, на втором месте стоит парк, который называется Любви Дюфуф. Он находится на западе Франции, в департаменте Ванде. Если вы когда-нибудь там окажетесь, да и вообще это действительно стоит поездки, я вам очень-очень рекомендую этот парк. Это тематический парк на открытом воздухе на тему истории Франции. Это и спектакли с животными, это и акробаты, это спектакли с дикими птицами. Это совершенно потрясающее зрелище, очень профессионально сделано и привлекает огромное количество посетителей, как и самих французов, так и туристов. Любви Дюфу. На третьем месте у нас находится Астерикс, о котором я только что говорила, и еще парк Футуроскопа, который посвящен новым технологиям. В Париже есть также зоопарк, это один из старейших зоопарков Европы. Недалеко от Парижа находится замок и парк Туари, и с зоопарком тоже. Вот. И буквально пару слов о Диснейленде. Более 50 аттракционов, причем вот аттракционы, они для разных уровней. У нас как-то, наверное, принято в Дисней ездить с детьми. Для европейцев не обязательно, да, то есть там абсолютно нужно встретить все поколения. Вот аттракционы предусмотрены как и для самых маленьких, так и для семей, так и для любителей каких-то экстремальных ощущений. Вот. Что касается программы Диснея, то вот по 22 сентября там проходит фестиваль «Король лев и книга джунглей». В сентябре-ноябре вот будет фестиваль «Хэллоуин» с вечеринками. Ну и, конечно же, программа, приуроченная к Новому году. Ну и флагманский отель Диснейленда. Это, конечно же, вот Диснейленд. Пятизвездочный особняк, который вдохновлен такой викторианской эпохой, который находится, ну вот прям вот в непосредственной близости к парку. Я немножко удалюсь вот от заявленного маршрута Париж-Лазурный берег, потому что, ну, все-таки, наверное, жалко не сказать о каких-то других регионах. Я, конечно, понимаю, что мы за временном отведенные обо всем не успеем поговорить. Вот почему вот Шампани, почему здесь? Потому что, в принципе, по дороге Париж-Диснейленд и потом очень логично заехать в Шампань и продемонстрировать несколько бокалов шампанского. Но на самом деле это может быть как однодневная экскурсия, хотя, на мой взгляд, жалко туда ехать только на один день. На мой взгляд, нужно остаться хотя бы две ночи там. Основной город Шампании, столикой провинции – это Реймс, Королевский. Почему Королевский? Потому что в Реймском соборе короновались все французские монархи. В Реймсе находится большое количество шампанских домов, например, Верфа-Клико. Естественно, что эти все шампанские дома большие, они открыты для посещения. Вы можете прийти, вы можете продегустировать, вы можете послушать историю. Некоторые из них открывают там какие-то, устраивают выставки. Ну и, конечно же, вы можете купить это шампанское, и можете представить, по каким ценам вы можете это купить. Ну, а говоря вот о столице Шампанского, это все-таки Эперне. Это, в общем-то, небольшой городок. Когда вы идете по этому городку, то, в общем-то, внизу, вот, вот, все. Это, вот, собственно говоря, погреба Шампанского. Это и Муэт, и много-много чего другого. Именно в Эперне находится улица, которая называется Авелью Шампанского. Это вот такие своеобразные елисейские поля Шампанем. Что касается, вот мы с вами говорим, в общем-то, о лейже, да, туризме. Но вот это все применимо, конечно же, и к деловым поездкам. И очень многие там о Шампанском открывают свои двери, свои погреба, да, для организации деловых мероприятий, дни рождений, свадеб и так далее. Вот еще городок один в Шампане, Труа, не могу не сказать, средневековый, очень такой милый, характерный. И он славится еще своими аутлетами, да, потому что сам регион еще со средневековым, это такой вот текстильный регион, да, и первые, в принципе, вот магазины при фабриках во Франции, они появились там, там есть огромный аутлет Ла Коста и многое-многое другое. Вот, возвращаемся в Париж. Да, конечно же, говоря, Париж – это ночная жизнь, это огромное количество развлечений, театров, оперы. Вот, к слову, опера парижская, как вот институция, да, она отмечает в этом году 350-летие. Конечно же, кабаре, да, я очень вам рекомендую, когда вы приезжаете в Париж, но обязательно надо посетить хотя бы одно из вот четырех основных кабаре. Ли Дот Пари, который находится на Есейских полях, Болин Руш, ну, самое такое, наверное, вот историческое, да, и легендарное. Паради Латан, очень-очень парижская, это вот единственное кабаре, которое находится на левом берегу. Крэзи Хорс, оно более современное, более, так сказать, очень эротичное, очень, при этом, очень такое, скажем, интеллигентное. Они разные, и они разные, взаимодополняющие, и это часть, конечно же, парижская жизни. О гастрономии можно говорить очень-очень долго. Я уже говорила о том, что французская гастрономия и трапеза входят из оконематериального наследия ЕНЕСКО. Ну, вот 104 ресторан создают Мишлен. Конечно же, не только звезды Мишлен есть в Париже, есть рестораны, в принципе, на любой бюджет. Появляется все больше и больше ресторанов и вегетарианских, и веганских, и так далее. Сейчас вот модное такое слово «бистерономия», да, то есть это гастрономия по каким-то вот разумным бюджетам. Из новинок, ну вот скорее таких премиум, да, знаменитый шеф Ален Дюкасса, он запустил вот свою собственную яхту, которая курсирует в бассейне, яхта с рестораном. Вот, и потом вот имейте в виду, что также есть кулинарные школы, да, и это пользуется большим успехом как среди туристов, так и среди деловых туристов. Это могут быть какие-то тимбилдинги, например, поварская школа в Рице, да, или вот очень известная школа Кардон-Бю. Вот. Идем дальше. Говоря об импрессионизме, наверное, вот первое, что приходит в голову, это Нормандия, абсолютно верно, да, но это и Париж, и вот несколько лет назад была сделана такая дорога импрессионизма, и которая вот начинается в Париже. Это и музей Торсе, это музей Рожери, где, собственно говоря, вот можно увидеть знаменитые кувшинки Клода Мане, это музей Марматан, музей Манмартер. Вот, и коли мы говорим об импрессионизме, я вот не могу сказать пару слов о регионе Нормандия, да, столица региона, это Руан, примерно, ну, где-то два часа от Парижа, да, то есть рядышком. Нормандия, это, конечно же, импрессионисты, это именно вот как бы там родилось это течение, потому что Клод Мане свою знаменитую картину «Восход солнца» написала в порту Гавра, Гавра, который с тех пор очень изменился, да, потому что Гавра был, к сожалению, очень пострадал во время Второй, был разрушен во время Второй мировой войны, который затем был реставрирован, причем в таком стиле современном, конструктивистском, и сейчас он является вот одной из таких важных точек архитектурных маршрутов во Франции. Нормандия – это, конечно же, гастрономия, да, и все, я думаю, знают сыр «Командер» – это Нормандия, и, конечно же, другие сыры. Вообще во Франции, ну, говорят, более 350 сортов сыров можно найти. Нормандия славится еще своими яблоками, вот, а яблоки – это, как известно, сидр, да, и это кальводос, конечно же, устрица. И, говоря о Нормандии, Нормандия – это еще один из символов Нормандии, это лошади, те, кто были в Даниле, наверняка могли наблюдать, да, вот повозки лошадины на пляже – это вот один из символов Давиля. А в Нормандии находится также один из самых, ну, самый известный, я думаю, конезавод в мире – это Арас Дюпан, который был создан еще при Льдовике XIV и который называют еще «Версалем» для лошадей. Вот это у нас был небольшой такой заход Нормандию. И, возвращаясь в Париж и Льду Франц, Льду Франц, соответственно, в парижский регион, дворцы, да, ну, вот я выделю четыре, которые недалеко находятся от Парижа, и, ну, который я очень рекомендую съездить – Шентим, примерно в двух часах, Версаль, вот о котором я уже говорила, ну, буквально вот рядом с Парижем, Вольвикот, примерно полтора часа езды от Парижа. Вольвикот – это очень интересная история, на самом деле это прародитель, собственно говоря, Версаля. И когда Людовик XIV увидел Вольвикон, то, собственно говоря, вот с этой командой архитекторов и начал строить Версаль, именно Вольвикон зародилась вот эта грамматика сада, парка по-французски, да, и вот и автор этого, это знаменитый, сейчас мы его назвали ландшафтным дизайнером Андре Ленотро, который, собственно говоря, потом и создавал парки Версальского дворца. Вольвикон – это самое крупное частное владение Франции. Парком, дворцом управляет вот семья. Они устраивают также посещение, такие визиты в вечернее время при свечах. Это очень красиво, это очень романтично. Ну и Фонтенбло, который находится тоже недалеко от Парижа и который, конечно же, связан с именем Наполеона. Идем дальше. Коль мы говорили о замках, то мы заглянем буквально на несколько минут в долину Луары. И на самом деле в этом году в долину Луары обязательно нужно заглянуть, потому что долина Луары празднует пятистолетие со дня, с момента эпохи Возрождения, Ренессанса. Вот это связано с тем, что 500 лет назад умер Леонард да Винчи, а Леонард да Винчи, как известно, провел последние годы своей жизни в долине Луаре, в замке Куло-Льсе, куда он был приглашен по Францискам Первым. Вот, конечно же, замки Луары – это само по себе полноценное, может быть, пребывание во Франции. Но из самых известных, я процитирую, Шамбор, Шенансо, Абуаз. И, собственно говоря, вот к этой дате, к пятистолетию, замки создали различные программы, выставки. Вот то, что можно сейчас найти, вот я была несколько месяцев назад в Абуазе, они предлагают такую, знаете, дополненную реальность виртуальную. Вы ходите по замку вместе с планшетом, вот, и наводя на определенные точки, собственно говоря, видите на экране мобилировку эпохи людей, да, то есть они вот воссоздали этот дух и так далее. Вот очень-очень любопытно, как-то познавательно, педагогично. Так, а дальше мы, вот, а дальше мы вот так вот телепортируемся на Лазурный берег. Лазурный берег состоится в Ницце. От Парижа до Лазурного берега на самолете, ну, час с небольшим, в общем-то, все, опять же, близко. Ну, вот где находится, где заканчивается Лазурный берег, каких-то четких границ, наверное, нет, да. И потом, когда мы говорим о Лазурном берегу, все-таки мы как-то это смешиваем даже немножко вот с Провансом. Ну, скажем, что начинается он с Сент-Тропе, а заканчивается он в городе Ментон на итальянской границе, и его продолжительность, протяженность, ну, примерно где-то 130 километров, то есть не так много. Когда мы прилетаем на Лазурный берег, мы приземляемся в аэропорте Ницце. Да, Ницце, наверное, самый такой итальянский город Франции. Это чувствуется в архитектуре, в духе. Город Средиземноморский. Это действительно, это город, такой достаточно крупный город. Аэропорт Ницце является вторым по пассажиропотоку аэропортом Франции. Ну и, наверное, первым делом, что мы делаем, мы идем на английский променад знаменитый, который, кстати, готовится вот к занесению списка ЮНЕСКО. Мы идем на рынок в курс Алия. Ницце, конечно же, всегда притягивала художников, скульпторов и так далее. Есть музей Матисса, есть музей Шагала. Из инфраструктурных новинок я отмечу трамвай, запуск трамвайной линии. Вообще, трамвай – это очень сейчас модное такое явление во Франции, в связи с тем, что это экологичный вид транспорта. И теперь от аэропорта, я попала буквально в июнь месяц на инаугурацию этого трамвая, от аэропорта до центра города вы можете доехать где-то минут за 15, наверное, за 15-20 минут. И за какие-то очень символические деньги, там примерно 2-3 евро. Действительно, очень-очень удобно. Говоря об основных городах Лазурного берега, знаете, когда мы приезжаем на Лазурку, мы не приезжаем для того, чтобы просто сесть на пляж и ничего не делать. Ну, конечно же, если кто-то очень устал, можно и так, но настолько много всего нужно, посмотреть, вот, и настолько это все недалеко, что, конечно же, надо ездить, посещать, смотреть, пробовать и так далее. Антибе. Антибе, Джон Липен, это примерно полчаса езды от Ниццы, 20 минут на поезде, все вокзалы, они располагаются там в центре города, так что железнодорожное сообщение между этими городками, оно тоже удобное. Соответственно, город, он как бы состоит из двух частей. Это Антибе, такой вот старый город, и Джон Липен, он более, что ли, более такой вот пляжный, именно там вот сосредоточенные, вот, в отеле, курорта. Антибе – это самый глубоководный порт Лазурного берега, вот, в связи с тем, в связи с этим вы там можете увидеть и самые красивые яхты, самые большие яхты, которые пришвартовываются. Прекрасный старый город, очень много ресторанов. Город облюбовал Пикассо в какой-то момент своей жизни, он там очень написал много-много полотен, там сейчас музей Пикассо, приятные пляжи, и для любителей джаза знаменитый во всей Европе джазовый фестиваль, который проходит во второй половине июля. Канны, ну, кто не знает Канны, Каннский фестиваль, знаменитый набережный Мазет, примерно тоже где-то 35-40 минут от Ниццы, все рядом, это легендарные отели, это Эморсинес и Интерконтиненталь, это то направление, которое живет действительно круглый год, благодаря в том числе тому огромному количеству мероприятий деловых, которые там проводятся. В Каннах не скучно писать никогда, очень хороший шоппинг, очень милый старый город, прекрасные пляжи, ну и такая вот, можно сказать, атмосфера, достаточно главная атмосфера. Монако, ну, Монако – это самостоятельное государство, это княжество, ну и, конечно же, Монако – это часть бренда, Лазурный берег, Монако – это казино, это опера, и вообще говоря, Монако, вот эта культурная составляющая, она очень важна, это очень такая насыщенная ночная жизнь. Опять же, Монако живет тоже круглый год благодаря вот этой насыщенной своей программе. Монако – это формула гонки, формула-1. Как добраться? Ну, примерно полчаса, 40 минут на машине от Ниццы, либо на вертолете. Вот на самом деле, не думайте, что это стоит каких-то безумных денег, это очень удобно, это 10 минут на вертолете. Вот так что… Ну, и, конечно же, это очаровательные деревушки, которые вот даже они немножко вдали, от побережья вдали, там где-то 10-20 километров. Вот, и вот они с таким вот уже промахским духом, биот, который славится своим стеклодубным производством и своим таким пузырчатым стеклом. Вот при этом в некоторых мастерских биота это может быть тоже своеобразный тимбилдинг вот для ваших групп, когда можно самим, я участвую в эксперименте, самим выдувать какие-то объекты, по-другому их назовешь, когда сам это делаешь. Вот, это очень любопытно, это вот такой тимбилдинг для семьи, для… Я целовой. Сен-Поль-Дуван с очаровательнейшей деревушкой, с очень интересным музеем современного искусства. Эзо, недалеко от Монако. Эзо, он, кстати, как бы на горе, и во Франции есть такие деревушки, мы называем орлинные гнезда, вот они наверху, с потрясающим абсолютно видом на Средиземное море. Вот, ну и Грасс, это столица в Форсенере. Культурная составляющая, я уже говорила, музей Пикассо в Антибах, в Сен-Поль-Дуван, вот фонд МЭК, современное искусство. С точки зрения архитектуры можно найти абсолютно вот все, это и Беллипо, это и барокко, это и современное искусство. Вот Лазурный берег – это пляжи, это ночная жизнь, это шоппинг, но это очень важная культурная составляющая, да, и существует паз, Лазурный берег, да, покупая этот паз, соответственно, он дает право на посещение там различных объектов, и вот с этого года есть также такой культурный паз, Лазурный берег, вот презентация, естественно, в вашем распоряжении, так что вы можете посмотреть, изучить, воспользоваться. Ну, и говоря о гастрономии, что я могу сказать, все очень вкусно, все очень разнообразно, вот такой вот паштет замечательный, это топинада, паштеты из оливок, также еще делается паштет из анчусов, которые называются анчуаяда, вот это все сопровождает аперитив, да, а аперитив – это такая вот составляющая французской трапезы, то есть сначала аперитив, причем аперитив для тех, кто не привык к этому, он может длиться очень даже долго, прямо час может быть, вот. Вина – это розовое, это очень часто розовые вина, вот такие вот освежающие, прохладные, фруктовые, это, конечно же, ароматы, это и тимьян, и розмарины, соответственно, все что угодно, из каких-то специалитетов, вот эта лепешка, которую вы наверху видите, называется сакан, вот в тулоне, она называется када, и это лепешка из нутовой мухи, это, знаете, какой-то элементарный абсолютно рецепт, нутовая муха и вода, но которые в домашних условиях попробовали, не получилось, воспроизвести очень сложно, они в основном на рынках продаются, так что, если увидите, прямо увидите очередь сначала, давайте в очередь попробуем. Фаршированные овощи, фарси, тоже очень традиционное блюдо Лазурного берега и Прованса, салат нисуаза, конечно же, настоящий, шоппинг, ну шоппинг, естественно, как во всей Франции, да, в галерее Лафаэт есть Ницца, а для тех, кто хочет вот, ну большие торговые центры, есть полигон Ривьера, да, недалеко от Ниццы, и вот буквально около аэропорта Ницца находится новый современный комплекс, огромнейший торговый, который называется КАП-3000, вот, который также вот сотрудничает с профессионалами туристического бизнеса. Вы знаете, я уже практически закончила презентацию, и сейчас вот буквально я скажу несколько слов об основных мероприятиях, да, и каких-то вот реновациях, открытиях. Я говорила о том, что в пятистолетие эпохи возрождения в центре Далини Луары действительно очень такое большое мероприятие в этом году для Франции, прошел чемпионат мира по футболу, большим успехом. Открытие и реновации, да, о чем я еще не упомянула, да, вот важно в Лионе в этом году открывается международный городок гастрономии, я бы сказала, город гастрономии, там будет отель Intercontinental, там будет большое количество ресторанов различных, так что это все действительно событие, событие. После реновации в Париже открывается музей-карнавале в квартале Морре, это музей истории Парижа, очень-очень интересный, вот просто все мы ждем с большим нетерпением. После реновации также в Париже открывается в этом году музей Гальяра, музей, посвященный моде, вот уже открылся в этом году музей моря, морской музей в Бардон, а вот несколько лет назад вы тоже имейте в виду, в Бардо открылся такой городок вина, абсолютно потрясающий, и где можно вот все вот понюхать, попробовать, посмотреть, потрогать, плюс там винотек очень интересный, где собраны вины со всех буквально точек мира. Что еще? Галереи Лафаэт, вот важный момент, они открылись, ну все, наверное, многие знают галереи Лафаэт, основное здание, да, историческое в квартале оперы, и открылись галереи на Елисейских полях, и там у нас сосредоточены в основном высокие бренды. Ну и мы вот ждем в следующем году открытие универмага, это тоже один из легендарных универмагов больших магазинов Парижа, который тоже был описан в Золя, и который вот долгое время стоял на реконструкции, это универмаг Самаритен, именно вот в части этого здания предполагается будущий отель Cheval Blanc, мы ждем его открытия в следующем году, и это, конечно, просто должно быть что-то, что-то нечто. И отели, отели, ну вот если говорить о провинции, то я отмечу, в прошлом году открылся пятизвездный Шемане в коньяке. Вот коньяк, это город, который расположен недалеко от Бордо, примерно в части из Бордо, в основном туда приезжают на дегустации коньяков. Коньяков, вот, и вот этот отель, да, это первый отель вот такого уровня, отель-резорт, где действительно можно вполне там остаться две-три ночи, там отели, рестораны, спа, и очень-очень достойное заведение. По событиям, по событиям в сентябре, ну вот буквально в эти выходные, да, Медокский марафон, это очень любопытный, на самом деле, марафон, на который очень сложно попасть. Это проходит в районе Бордо, это настоящий марафон, это полная дистанция, но особенность марафона в том, что 90% участников, они в карнавальных костюмах, и маршрут проходит по шато, по замкам, по винодельням, вот, и в каждом замке вас кормят устрицами, фуа-гра, естественно, предлагают различные вина. Это праздник абсолютно для всех, запись на марафон, он открывается где-то в марте, и в течение нескольких часов слоты буквально уходят, вот, но это действительно очень-очень такое забавное, интересное зрелище, вот праздник абсолютно для всех. Кто-то называет это дегустационным марафоном. Сентябрь – это еще период фестивалей яхтиных, вот, который пройдет в Каннах, который пройдет в Монако. В октябре у нас в Париже будет проходить ФИАК, ну, это вот место встречи для всех профессионалов, любителей современного искусства, проходит каждый год в Большом дворце, будет проходить в Лувре выставка Леонардо да Винчи, это обязательно, вот, просто при посещении, да, если у вас есть клиенты, если вы сами едете в Париж, прямиком в Лувр. Что у нас еще? У нас очень известная такая ярмарка вина в Бонне в ноябре будет проходить, ну, а декабрь – это рождественские ярмарки, да, самая известная, самая такая вот легендарная «Страсбургская ярмарка», бронируйте заранее отели, очень востребовано, вот, и также праздник света, тоже традиционный, который уже очень много лет проходит, когда весь город светит с различными красками, тоже в декабре. Ну, и предстоящие важные спортивные события – это 23-й год чемпионата мира Паре-Экбе, и, конечно же, мы все ждем 24-й год, и Франция будет принимать олимпийские и параолимпийские игры. Я вам рекомендую вот наш сайт, если у вас есть какие-то вопросы, конечно же, вы можете ко мне обращаться, и если у вас есть какие-то вопросы, если вам нужны идеи по маршрутам, контакты и так далее, у вас есть, конечно же, компания «Каза Ленион», которая делает прекрасные продукты по Франции. Что касается информации, france.fr – это сайт, официальный сайт направления Франции, который существует на многих языках, в том числе на русском, на английском. Вот посмотрите, русскую версию мы обновляем очень часто, то есть вот все, чем живет сейчас туристическое направление Франции, есть на сайте. И я вам рекомендую также еще один сайт, который существует на французском и на английском, на котором называется visitfrenchvine.com. Вот, это все, что касается энногострономического туризма, маршруты, новинки, идеи и так далее. Ну, мне кажется, мы с вами уложились в отведенное нам время. Я благодарю вас за внимание. Я надеюсь, что в один из приездов в нашу столицу Казахстана или Валматы мы с вами встретимся. Презентация, естественно, в вашем распоряжении. Мой электронный адрес инесса.коротково-тобачка atu-franc.fr Возможно, как-то коллеги из Казьюнио смогут в чат отправить мой электронный адрес. Если есть вопрос, пожалуйста, пишите. Я вам желаю хороших продаж и я вам желаю приятных путешествий по Франции. Спасибо за внимание. Спасибо.